Ваш вопрос. Добрый вечер, Евгений Геннадьевич, спасибо за лекцию. Я хочу спросить совет о ситуации, которая у моей мамы возникла. Она уже 20 лет работает в медицине, она медсестрой работала, сейчас уже лет 7, она работает на скорой, фельдшер. И ей, кстати, 7 лет сейчас, у нее проблемы со здоровьем возникли. И она, значит, работает дальше, чтобы это накопить стаж. Ну, понятно, но видите, вот вибрация постоянной поездки, это же вибрация плюс ночная работа по ночам. Это все разрушает здоровье. Нужен здоровый образ жизни. Вот все, что я рассказываю, надо делать параллельно с работой. И она будет восстанавливаться тогда. Я не все еще рассказал, еще какие-то моменты основные, но вы уже устали, сегодня много информации было. Я завтра продолжу, хорошо? Вам еще порассказываю, как правильно жить. Но завтра мы еще по здоровью психики поговорим, про характер. Ну, и чуть-чуть тоже про здоровье тела. Я хочу спросить, то есть ей... Смотрите, у нее тело скованное, голова напряжена, у ней повышенное давление. Скованность тела вызывает боль в суставах. Вот, видите, я хорошо воспринимаю вашу маму. Ей нужно двигаться начать и начать поститься. Она полная еще, у нее лишний вес. Вот. У нее постепенно раскрепостится тело и давление наладится от движения, от ходьбы. А если она будет поститься и питаться правильной пищей, ей нужно больше зелени есть сейчас, то у нее обмен веществ наладится. Но она не послушает вас, ваши слова. Потому что знания только через веру приходят. Если бы она сама мою эту лекцию послушала, она, может, тогда и поверила бы. Потому что у вас нет такой веры. Вы же не имеете эту силу вот это практиковать все. Через меня проходят сотни людей, которые слушают меня, делают как надо и побеждают судьбу. Я сам это делаю тоже. У вас нет такой силы, что передалась ей. Дайте ей лекцию послушать. Ну, хорошо, беленькая девушка улыбается мне. Когда мне улыбаются, я не могу не дать кровь. Вот-вот. Здравствуйте. Спасибо, что даже невозможно задать вопрос. Я вам очень благодарна за ваши лекции. Спасибо. Мой вопрос такой. Вы сегодня много говорили о походе в лес, о расслаблении на природе. И я живу в большом городе, я тоже часто хожу в лес. Но сейчас я занялась верховой ездой и хожу в лес на лошади. То есть лошадь ходит, а вы сидите? Вот, я как раз об этом сказала. Она будет здоровее, если лошадь ходит, а она в лес, она будет здоровее. Ну, на самом деле, верховая езда тоже достаточно серьезная нагрузка. Я знаю, да. И это хорошо, верховая езда хорошо. И я тоже в лес, занимаюсь, рисую все. Но когда я с лошади, я получаю гораздо больше удовольствия от леса. Возможно, мы как-то с ней вместе это… Любовь, женщина-любовь любит любить. Но при этом я постоянно чувствую вины, что я ее составляю. Я забираю ее, спойлю, веду… Нет, она будет здоровее же от того, что скачет. Ага. Чего тут бояться? А, то есть в этом нет ничего? Животное расслабляет человек. Вот, допустим, почему ДЦП лечат дельфинами? Детей к дельфинам, и они лечатся. Потому что это дороже стоит. Но вообще ДЦП надо лечить не дельфинами, а просто крупными животными. Например, коровой. Можно мальчика или девочку больную, когда аутизм. Надо просто сажать животному. И его будет расслаблять. Точно так же лошадь расслабляет. Крупные животные, у них много энергетики. И они, так как они домашние, они любят людей от природы. Вот волк, допустим, он не расслабит человека. Или тигр. Почему? Потому что они не любят людей. Это дикие животные. А домашние не любят людей. Вот. И энергетика у них добрая. Доброе. Поэтому животное, когда сажаешь рядом с коровой. В смысле, ребенка. Он расслабляется, потом начинает говорить. У него интеллект начинает активизироваться. Точно так же лошадь расслабляет. Вы очень напряжена. Вы напряжены очень. Но у меня жизнь такая, да, что он большой город. И лошадь она расслабляет? Или конь? Конь. Расслабляет. Ну понятно, женщина лучше конь. У мужчин лучше лошадь. Спасибо. Хороший. Хороший вопрос, да. Ну, сама бегать тоже не забывайте. А то конь станет здоровым, а вы... ... 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